События произошли в пивном баре на Дыбцина-1 в апреле 2017 года. Поздним вечером там отдыхали две компании. Как это часто бывает в пабах, между посетителями возник словесный конфликт. После закрытия заведения уже на улице словесная перепалка продолжилась. Один из осужденных неожиданно нанес потерпевшему удары по лицу, отчего мужчина упал на землю. Избиение продолжилось. К драке подключился друг нападавшего. В результате у пострадавшего были диагностированы переломы носа и челюсти. Стоит отметить, что молодые люди, как на стадии предварительного следствия, так и на судебном следствии, не отрицая самого конфликта с потерпевшим, в вину в совершении преступления не признали полностью. Настаивали на том, что конфликт спровоцировал потерпевший. Придерживались версии о том, что именно потерпевший первый нанес одному из осужденных удар, отчего тот упал на землю, а друг потерпевшего нанес ему же, лежащему на земле, удар по голове ногой. Осужденные полностью отрицали свою причастность к причинению телесных повреждений потерпевшему. Расследование уголовного дела длилось больше семи месяцев. Еще полгода дело рассматривалось в суде. Приговором суда им назначено наказание в виде двух лет и одного года шести месяцев лишения свободы с испытательным сроком, соответственно, два и полтора года. При выборе вида и размера наказания судом учтено, что у одного из осужденных на HDV не находятся двое несошлетних детей, что является смягчающим обстоятельством, а также то, что оба осужденных находились в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, что признано отягчающим наказанием обстоятельством. Подсудимые, не согласившись с обвинительным приговором, обжаловали его в Архангельском областном суде. Однако решение было оставлено без изменений. Стоит отметить, что осужденные на момент совершения преступления являлись офицерами Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудниками ИК номер 5. Впрочем, о карьере в погонах теперь придется забыть. Наличие судимости является препятствием для дальнейшего прохождения службы.